Здравствуйте, уважаемые представители Знака Зодиака Рыбы. Общий астрологический прогноз – март 2023 года. Ну что же, рыбы, конечно, для вас это очень важный месяц, потому что это месяц ваших дней рождений. Мартовские рыбы, я вас поздравляю, в вашем первом доме Меркурия уже 3 марта, и будет до 19 марта. Вы все будете моложе выглядеть, все рыбки в этом году будут молодеть, будут стройнеть, красиветь. Знаете, вы будете более плавными, более нежными, более галантными, более приятными. К вам будут тянуться люди, будет хотеться с вами общаться, разговаривать, вместе путешествовать, вместе учиться, вместе трудиться. Коммуникабельны будете очень в этом году. У вас возможен развод или брак в этом месяце. Это самое грандиозное, что может произойти. Если не намечается ни того, ни другого, то просто приятное взаимодействие с любимым человеком, который у вас уже есть. То ли в виде парня, девушки, то ли по форме уже официальной мужа-жены. Все равно. То есть если вы сейчас в паре, то отношения будут актуальны, какие-то важные решения будут совместные, принятые, важные разговоры. Если вы одинокий, то возможность встретить свою любовь очень и очень велика. Такая вероятность именно в месяце марта. Март приятный для вас месяц в том плане, что здесь все будет легко. То есть если вы думаете, что за разговор, да, может быть, этот разговор будет эмоциональный, но он в любом случае закончится договором. Разговор, который заканчивается договором. У кого-то договор устный и какой-то простой, договорились о том, кто будет мыть посуду. А у кого-то договор письменный и очень значительный в виде бумаги, в виде развода для кого-то, а для кого-то брака. Но в любом случае, что важно понять, что это будет мирно, да, это мирное какое-то соглашение. Будете устанавливать законы, законы и порядки. Законодателем можете быть в этом месяце. И в принципе здесь все должно быть ровненько, гладенько, без сучка, без задоринки. Ваш знак зодиака переходит в Сатурн. 7 марта Сатурн в рыбах. Это очень важно. Ребята, кто родился 7 марта плюс-минус несколько дней? Посмотрите, ведь у нас 7 марта полнолуние еще, да, и при этом переход Сатурна в ваш знак зодиака. Поэтому, ну вот, вообще все рыбы, все рыбы очень будут чувствовать Сатурну. Все рыбы. Даже не буду уточнять, не буду. Можно было бы уточнить, сказать, рожденные первую декаду марта, вторую. Ну, все. Давайте не будем уточнять. И следующие годы у вас на становление вашей личности. Годы. До 25 мая 25 года Сатурн в вашем знаке зодиака. То есть с 7 марта 23 по 25 мая 25. Сатурн вас делает законодателем в своей жизни. Что это значит? Что вы издали закон, вы его исполняете, вы его соблюдаете, вы его контролируете. И вы выступаете в роли учителя для самого себя и для других людей, в роли наставника для себя и для других людей, в роли главы, топ-менеджера и самому себе, и другим людям. Научаетесь тайм-менеджменту, например, сначала сами, а потом и других людей учите. Учите и учитесь, и период для вас очень классный, ребята, потому что я вас поздравляю, это период, когда вы можете достичь многого. Вы знак медитации, а Сатурн — это йог. Поэтому кто сейчас нацелен на духовный рост, на духовное развитие? Просто вау и супер! А также, если вы нацелен на развитие в паре, если вы одиноки и если вы отшельничаете, не собираетесь искать возлюбленного, то и в таком случае для вас прекрасны два следующих года. Это годы духовного роста, развития через воспитание силы духа. Знаете, у вас даже спорт может быть как медитация. Вот вы, например, бежите, 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 и вдруг у вас как медитативные процессы в мозгу случаются. Вы что-то осознаёте, какие-то ловите инсайты. Спорт может быть связан, особенно марафонские какие-то забеги, марафоны. Например, сто раз в день приседаете. И это сто раз в день приседать для вас как медитация. Вы качаете пятую точку и качаете дух одновременно. Да, это время духовного развития, несомненно, для вас. И для тех, кто в паре, и для тех, кто самостоятельен, и для всех, в общем-то, рыб. Так, следующее событие. Венера переходит с нас в Диакателец. Для вас, во-первых, первая половина марта очень финансовая, очень прибыльная, подарочная. Подарки, естественно, на ваши дни рождения. А вторая половина марта тоже прибыльная, тоже финансовая. Но здесь уже деньги быстрые, лёгкие и не такие радостные, более будничные доходы. Также могут быть доходы с купли-продажи. Возможно, вы приобретаете автомобиль в третьей декаде марта. Если вы хотите продавать автомобиль, то это лучше делать с 7 по 21, а покупать с 21 и дальше две недели. Также для покупки какого-то крупного транспортного средства или даже недвижимости подходит период до 7 марта. Пока Венера будет идти ещё по вашему второму дому гороскопа, да, вам могут быть подарены деньги, какие-то крупные суммы. Да, это могут быть просто подарки на дни рождения, а может быть и не просто подарки, а какая-то другая премия, может быть, выплачена большая. Либо какая-то другая ценность, что-то вроде фамильной драгоценности, которую вы можете обменять на деньги впоследствии. И приобрести что-то. Скорее, движимое какое-то имущество, но может быть, конечно, и недвижимое здесь у кого-то проходит. В целом, очень финансовый для вас период, потому что, да, Венера покидает ваш дом денег с 17 марта, но ваш дом денег уже 19 марта заходит Меркурий. Затем 20-го солнца, а 21-го новолуния в вашем финансовом доме. Поэтому много финансов у вас будет. Новая зарплата может быть, повышенные зарплаты, премии. Если вы находите другую работу, то более высокооплачиваемую. Если вы интересуетесь, когда вам лучше ходить на собеседование, то после 17 марта до конца месяца. Период, подходящий для прохождения собеседований. Даже больше вам скажу, с 17 марта по 11 апреля — прекрасное время, чтобы проходить собеседование. И там, на той работе, вас будут и больше уважать, и больше ценить, и больше любить, и больше платить. Большая зарплата. Очень важное событие в этом месяце — это, конечно же, переход Плутона в знак Диака Водолей. Для вас это 12-й дом. Знаете, для всего мира это будут какие-то яркие внешние события. А для вас это духовность. То есть у вас что Сатурн про духовность, что Плутон про духовность, про медитацию и про магию. Возможно, вы уже интересуетесь магией и уже практикуете как маг. Так вот, дальше будет больше и лучше. В следующие годы у вас могут быть посвящены посвящению в какие-то тайные, оккультные, возможно, практики, мистерии. У вас наступает такой мистический период, период мистерии, духовности, медитации, просвещения, продвижения. В марте, может быть, вы планировали какое-то паломничество, так вот в марте оно может осуществиться. Но если у вас не получится это сделать в марте, то вам будет ещё ого-го сколько времени это паломничество совершить. Знаете, что у вас начинается период, грандиозный период, когда вы сможете очень многого достичь, очень многое постичь, очень многое для себя открыть. И, возможно, в следующие 30 лет это будет период духовного пути, духовного развития, продвижения себя именно в чём-то тайном, мистическом, закрытом, непроявленном. Работать вы будете с чем-то таким. Может быть, это и никак не связано с магией, а, например, связано с психологией, психотерапией, регрессом, родологией, с какими-то даже с рыболовлей, с мореплаванием, с оптикой, аптекой, с фармацевтикой, с нефтепродуктами, с ядами, ядохимикатами, химия, алхимия. В любом случае это такое, что вы не будете говорить. Вы не будете говорить это, будете почему-то это скрывать. Может быть, вы работаете где-то целительницей, тоже не будете это освещать, а это ваша, может быть, карьера реально на следующие лет 30. Вот так вот, да, как бабушки до глубокой старости. Потом будете работать, работать, вам уже 80 лет, может быть, к вам будут ходить люди, и вы будете их лечить, лечить, лечить как знахарка, ну или знахарь. Так, что самое приятное? Самое приятное — это Марс, который переходит в ваш пятый дом. Девушки, Марс в пятом доме — это возлюбленный, который приносит вам букеты пионов. Нет, пионов нет в Марте, просто я пионы добавила, потому что они мне очень нравятся. Кстати, пионы входят в мой эликсир любви. Эликсир любви — это травяной сбор, разделённый на две части. Одну часть вы пьёте, а в другой купаетесь в ванне. Заказывайте, ребята, мой эликсир любви. Это травы, которые очистят вас до степени чистой любви. Вы станете эликсиром любви, ходячим эликсиром любви, если будете использовать мои травяные сборы. Так вот, любовь к вам приходит, вы становитесь любовью. Девушки для вас особенно. Вас кто-то влюбится. Или если у вас уже есть возлюбленный, то он будет очень ярко, активно пробиваться к вам, проявляться. Мужчины — это вас напрямую касается. То есть это вам нужно будет активно проявляться, активно пробиваться. Быть активным в целом, не только в любви, но и в спорте. Заниматься хобби, заниматься всем, что вы любите, активно. И, может быть, даже это монетизировать можно и нужно в период с 25 марта и по 20 мая. То есть весна — это период любви для вас, период цветения. Видите, до 20 мая. Не зря я сказала пионы. Всё-таки и пионы будут вам дарить, потому что пионы — это же майские цветы. Так что, ребята, все весенние цветы дарите девушкам. Девушки, принимайте, обязательно принимайте ухаживание. Цветите сами, как прекрасный пион. Если вы хотите заказать у меня таро-прогноз, астрологический прогноз, рунический. Если у вас какая-то задача, которую вы не можете никак решить, и вам, может быть, все знания сразу необходимы, обращайтесь ко мне, потому что я работаю своей личностью, использую все знания, которые у меня имеются. И, как вы видите, уже даже сделала свой эликсир, чтобы помогать вам исцелять не только душу, разум, сердце, но и тело, физический ваш организм. Ну что же, если вы ещё не подписаны вдруг, обязательно подпишитесь. Если вы услышали то, что хотите, чтобы сбылось, обязательно поставьте лайк и напишите добрый, светлый комментарий. Март — месяц судьбоносный, и вы точно увидите, что что-то существенно произойдёт в мире, в странах под знаком Диака Водолей, будут революции, бунты, восстания, будут в этом месяце смерти тиранов. Но для вас это как-то всё на заднем фоне, вот совсем как будто бы вас не интересует. Где-то умер тиран, возможно, в вашей стране, если вы живёте в странах под знаком Водолей. Ну, вы об этом и не узнаете, знаете, вы будете последним, кто узнает новости. Кстати, все люди узнают позже, потому что смерть тирана может пройти 23 марта, плюс-минус несколько дней, но, скорее всего, только в апреле, на солнечное затмение апрельское в Овне, там люди тогда уже узнают, что тиран какой-то погиб, либо его погибли. Ну, а вам, в принципе, всё равно, фиолетово, а вам фиолетово. Да, ребята, как фиолетовые пионы, вы как фиолетовые пионы, вы где-то высоко, вы где-то не там и не тут, и не здесь, а здесь и сейчас, и вообще вне пространства, и вне времени, в медитации. Ну что же, всего доброго и будьте счастливы.